добрый день сегодня на примере вот такой детали я бы хотел рассказать как спуткам нужно очень просто и довольно легко разрабатывать управляющей программы в рамках одного проекта на всю гамму вот этих вот типовых деталей которые обозначены и будем говорить прописано вот этих двух таблицах то есть их всего в виде 50 59 типов можно говорить вот значит как это делается с прутками открываем с прутками вся работа начинается в режиме в режиме 2d геометрия я уже здесь прописал геометрию по тому чертежу как это делается вот здесь вот расписывается вся геометрия в результате построения мы получаем необходимые нам кривые вот первая кривая мы видим следующая кривая это внешний контур следующая кривая это для внешнего скругления и наконец кривая для получения скоса по чертежу 50 градусов который можно было разглядеть на чертеже вот значит в чем заключается параметризация закладочки параметры я сформировал таблицу который мы видим что у нас есть параметры которые были в чертеже все открыть чертеж мы видим h h1 h2 h3 и так далее вот список параметров которые из которых которые формируют будем говорить наши детали значит логическим образом эти параметры прописаны в этот облиц параметр h имя у него rh значение 87 параметр h1 значение 61 зеленый пополам имя l и так далее имя параметров здесь можно задавать выражение вернее параметры можно определять при помощи выражения например параметр m m это контур скоса 50 градусного определен выражением которое описано в этой ячейке параметр u это контур скоса 45 формирование скоса под 40 градусов значит это вот выражение вот в этой ячеечке значит каким образом они у нас присутствуют в тексте например параметр h находим отматчик смотрим у нас есть параметр rh вот это значение y точки p12 p12 это вот эта центральная точка ну и так далее берем точку вот берем окружность да параметр tt это значение радиус этой окружности и так далее берем линию вот эта линия смещена относительно l11 на расстояние которое описано параметром l и так далее таким образом меняя вот эти параметры в этой таблице мы можем получать любую геометрию которая описана при помощи вот всего лишь вот такой вот коротенькой программки то есть если брать параметр вот из этой строки например вот у меня сейчас описан деталь 20 типа вот она здесь вот например я хочу описать деталь 22 типа я просто беру и вот эти параметры из этой строки заменяю на параметры вот этой строки и все переходим с пуркам дальше когда мы описали вот таким образом параметризован нашу модель переходим в режим технологии здесь мы идем стандартным путем для того чтобы обработать эту деталь формируется технология пример я например предполагаю что деталь можно обработать следующим образом сверлим два отверстия смотрим в рабочее задание у нас есть два отверстия они у нас задаются стандартно по точкам две точки глубина и диаметр помимо этого выбирается инструмент видите сверло диаметром 32 вот выбрали инструмент нажали кнопочку пуск получили траектория включаем видим из траектории аналогичным образом значит формируется следующий вид обработки выборка внутреннего кармана опять же по контуру контур черновые проходы черновые проходы в плане черновые проходы паза следующий вид обработки это давайте посмотрим изменить при закручем мы увидим что пройдя по контуру вот такой фрезой обратного радиуса мы получим скругление которое у нас было в чертеже далее обрабатываем деталь по наружу опять же давайте посмотрим инструмент если мы задали инструмент ну тут есть какие параметры что расстояние каждого слоя там по 10 миллиметров мы снимаем верхний уровень 0 нижний уровень минус 51 и так далее стандартно стратегии обработки что у нас здесь есть здесь все по умолчанию и в итоге в результате мы получаем получаем вот такой вот траекторию переходим в режим моделирования я забыл сказать что я сформировал заготовку в виде бруска меньше скорость моделирования на всякий случай первая операция и запускаем мы с вами видим результат 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 того что мы с вами сформировали добавим скорость так вот мы выбрали карман все параметры в процессе работы можно менять эти параметры которые установлены по моему усмотрению ну и было скругление внешне внутреннее вернее обработка по внешнему контур добавлю скресс вот пришла внешняя обработка так скругление дальше пойдет у нас по внешнему контур видите за два на двух уровнях и формирование фаски если перевернуть деталь аналогично можно даже по этой же программе обработать заднюю сторону этой детали мы получим ее в готовом виде для того чтобы обработать деталь из того списка что мы с вами видели в режиме 2D геометрии необходимо вернуться в параметры перезадать вот эти параметры в соответствии с какой то например вот я сделал проект 22 детали 22 позиции давайте посмотрим и значит идем переходим с прутка и загружаем 22 позиции я просто сделал заранее вот если мы посмотрим здесь параметры у нас изменились геометрия вся сходу автоматически перестроилась мы переходим в режим технология вот сбрасываем все операции нажимаем кнопку пуск и просто их заново пересчитываем пересчитались идем в режим моделирования и смотрим уже моделирование обработки новой детали скругление и фаска да и в конечном итоге мы загружаем постпроцессор нажимаем кнопочку пуск и получаем управляющую программу для обработки этой детали вот на станке ума 655 со стойкой альфа на этом у меня все спасибо за внимание до свидания до свидания